Всем привет, меня зовут Андрей Коломенский, я основатель компании Лист Стартап. В этом видео я расскажу вам про то, каким образом нужно делать правильный скрам доски. Очень часто, если вы вобьете скрам доска в поисковую систему Google или Яндекс, поиск по картинкам, вы не увидите правильный канбан доски, который действительно является канбан доской. Что такое правильный канбан доска, вообще как она должна выглядеть? Есть, грубо говоря, доска в плане, в работе и завершено. И у нас есть задачки, там 10 задач в плане, 5 задач в работе и 5 задач завершено. Все, у нас, допустим, есть доска, это не канбан доска, это можно назвать прото-канбан доской. То есть у нас есть просто визуализация наших задач на доске, вы можете сделать это как угодно, просто визуализировать задачи. Но канбан доской это не будет являться. Почему? Потому что канбан как система, она вытягивающая. То есть мы вместо того, чтобы запихивать задачки на доску, мы эти задачи должны тянуть с конца. Что это, черт возьми, значит? Это значит, что у вас на доске должны появиться так называемые VIP-лимиты. Лимиты на ограничение одновременно выполняемых задач, которые вы взяли в работу. То есть, грубо говоря, если у вас 5 задач в плане, 5 задач в работе, 5 задач готово, и у вас лимит на количество задач в работе 5, вы поставили этот лимит, все, вы не можете взять еще одну задачу. Это значит, что вы не можете взять и задачу эту в табличку засунуть. И возвращаясь к канбан доске, у нас есть 5 задач в работе, и у нас, допустим, есть дальше этапы в выкладке в продакшен и так далее. И там тоже свои лимиты по 5, везде по 5 задач. И у вас, допустим, в разработке 5 задач завершены. То есть, вы их сделали, но у вас там дальше по задачам тоже все забито, и вы не можете задачи взять и перенести, потому что там лимиты забиты. Таким образом, правильная канбан доска выглядит следующим образом. У вас есть этап, допустим, в разработке, и дальше вы отчерчиваете, что у вас в этом варианте есть задачи, которые вы делаете в этом этапе, и задачи, которые завершены, которых можно на другой этап взять и перенести при необходимости. Это если, ну, в Google по картинке вы будете вбивать, вы обязательно смотрите, чтобы там были VIP-лимиты, и чтобы у вас на канбан доске было разделение, что на этом этапе, допустим, этапе в разработке, этапе в дизайна, были задачи, которые делаются, и задачи, которые вы завершили на этом этапе, но не взяли в следующий, потому что там VIP-лимит может не позволять это сделать. VIP-лимит — это лимит на ограничение количества задач в работе. Вот, поэтому, если вы начинаете только работать с канбаном, начните только с обычной доски, там, в плане в работе завершено, после этого превратите эту доску в канбан за счет того, что вы поставите туда VIP-лимиты. После этого, ну, можно так и оставить, на самом деле, VIP-лимиты, главное, чтобы они были у вас на доске, а потом вы эту доску преобразуете в любую доску, которую вы захотите, чтобы вам было просто комфортнее с ней работать, но самое главное, чтобы на ней были VIP-лимиты, чтобы вы не старались взять как можно больше задач в работу, а эти задачи старались завершить, на что, собственно, канбан и нацелен. Меня зовут Анарик Аномиский, компания Лид Стартап. На этом YouTube-канале подписывайтесь, больше видео касаемо конкретных практик, каким образом применять канбан и другие инструменты современного управления в компаниях. Пока.